Юбилей у улицы 28 апреля 2020 года исполняется 55 лет со дня переименования улицы Третьего Интернационала на улицу 20-летия Победы. Архив Соликамского городского округа сообщает, что 28 апреля 1965 года вышло решение Соликамского городского совета депутатов трудящихся в связи с 20-летием победы над Гитлеровской Германией и ознаменование этой победы переименовать улицу Третьего Интернационала в улицу 20-летия Победы. Интересно, что до Великой Октябрьской революции улица называлась Преображенской. Она тогда была короткой, от мужского монастыря до спаса Преображенской церкви женского монастыря. Сегодня улица 20-летия Победы самая протяженная в городе. Ее длина 5 километров 200 метров. Доколе Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая. По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. При этом постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники, подчеркнула глава ведомства. Прямая линия прокуратуры Соликамская городская прокуратура Пермского края проводит прямую телефонную линию на тему соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны по предоставлению мер поддержки. По вопросам нарушений 30 апреля с 9 до 11 часов по телефону 8 982 643 59 58 ответит помощник городского прокурора Дарья Рябова. Прямая линия лесничества 30 апреля 2020 года с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с Соликамским лесничеством по вопросам незаконной заготовки древесины и иных лесонарушений. Телефон прямой линии 7 55 75. ЗАГС в Майске В целях своевременной государственной регистрации смерти отдел ЗАГС организует работу в праздничные и выходные дни 1 и 3 мая с 11 до 15 часов. Согласно нашему законодательству, заявление о смерти в орган ЗАГС необходимо сделать не позднее трех дней с момента смерти. Для этого требуется медицинское свидетельство о смерти, паспорт умершего, паспорт заявителя. Телефон для записи на прием 7 72 20. Субтитры сделал DimaTorzok